Привет! Сейчас я расскажу вам про настольную игру Micromacro в бывшем месте. Это локализация настольной игры Micromacro Crime City от издательства Nova Era. Это, кстати, по-моему, их первая локализация. Если хотите поделиться этот украинский взгляд, переходите в ссылку в описании к этому видео. Я очень хочу рассказать вам именно про эту игру, потому что это офигительный настольный детектив, а я фанат настольных детективов. У меня есть отдельный плейлист с детективами на моем канале, в описании ссылочка. Эта игра очень необычная, и я даже, когда видел на нее обзоры, не понимал, почему вокруг нее столько хайпа. Она получила в прошлом году Шпильдес Ярос, игру года, и большими тиражами разошлась, и у нее восторженный отзыв. Но потом я попробовал в нее сыграть, и я понял, потому что это восхитительный процесс. По ощущениям, это больше всего похоже на игру, в детстве, в которой мы играли, под названием «В поисках воли», где вы должны были разыскивать маленького такого противного полосатого чувачка на большой такой карте, насыщенной разнообразными героями. Здесь похожим чем-то мы занимаемся, но все-таки по-другому. Дополнительно к этому поиску вы еще ведете настоящее детективное расследование. Давайте же я вам покажу, как это играется. Итак, вы собираетесь вместе со своими друзьями, вдвоем-втроем, достаете эту коробку, и достаете из нее огромную карту. Давайте рассмотрим первое стартовое обучающее дело. Цилиндр. Мы его достаем и смотрим. Тут есть описание, и написано, что нам нужно найти пап, рядом с которым вот этот потерянный чувак. Мы ищем-ищем этот пап, и он где-то рядом. Где-то рядом этот пап. Где же он? Он где-то тут был. Вот. Вот наш потерянный чувак рядом с папом. Мы тогда открываем эту карточку, проверяем, действительно, вот он. Вот он, вот пап. И тут описание того, что с ним произошло. Теперь нам нужно найти колбасный прилавок. Мы ищем, откуда он шел. Ищем, вот он идет. Вот он шел. И вот он рядом с колбасным прилавком. Мы скрываем. И действительно, вот это же место. И тут описано, что с ним происходило. Что же произошло с ним по пути? Куда делся цилиндр? Мы ищем между этим вот. Вот цилиндр, и вот какие-то маленькие детишки воруют у него этот цилиндр. Мы смотрим. Действительно, тут место преступления. Где же находятся эти преступники сейчас? Ну, раз он пошел сюда, значит, они пошли куда-то в другое место. Вот, вот они бегут с его шляпой. Эти маленькие преступники. И вот, вот они сидят и наслаждаются награбленным. Дело раскрыто. Вот оно. Вот эти маленькие злодеи. Надо их в тюрьму посадить. Дело в том, что в отличие от того же Волли, здесь запечатлен не один момент времени, а и прошлое, и будущее на этой карте сливается в единый временной континуум. Как будто это настоящий Тенеф. Я не буду показывать вам остальные дела из этой коробки, но то, насколько они быстро эскалируются, меня очень впечатлило. И вообще, весь этот концепт игры, насколько действительно они становятся сложнее и богаче, и глубже. Потому что в начале вас просто спрашивают. Вот, вы видите мертвого чувака, найдите, кто его убил, и откуда этот убийца пришел. Следующая карта. То в конце вы видите еще живого чувака, а карта говорит, почему в этот день убийца этого еще живого чувака ел мороженое. То есть, это превращается не просто в поиск, ну, откуда этот чувак пришел, а в настоящий детектив, когда вам нужно догадываться и предполагать мотивы происходящего. Вам действительно придется прилагать какие-то ваши дедуктивные навыки, чтобы проследить за страстями, которые разворачиваются в этом насыщенным преступлениями и деталями города. Еще мне очень нравится, что изначально вы можете обучить этой игре, просто глядя на коробку. Здесь, на коробке, нарисовано самое первое базовое дело. Здесь написано задание. Кто убил продавца бургеров? Продавец бургеров валяется вот здесь, а вот здесь он еще их продает. И вы можете проследить, как эта история его происходила прямо на коробке. Это просто восхитительно. Первые пару дел вы действительно будете просто прослеживать цепочку событий, которые идут от вашего стартового начала дела, в прошлое и в будущее. А позже начнутся разлетления, когда уже начнутся параллельно происходить события. И когда я столкнулся с этим, у меня просто открылись глаза. Я понял, насколько широкие возможности в этой игре и насколько же глубокий этот игровой процесс. Я понял, что я в восторге и мне захотелось сыграть еще партию. Это именно та настолка, которую после прохождения с одной стороны хочется сыграть сразу же еще раз, а с другой стороны хочется немножко подождать и сыграть чуть позже, чтобы растянуть удовольствие. И тут мы сразу же оказываемся в разделе с минусами этой игры. В целом она довольно короткая и проходится за несколько часов. Например, 2-3. И потом вам понадобится довольно длительное время для того, чтобы суметь снова в нее сыграть, потому что вы просто будете помнить, как она проходится. В целом такой минус есть у всех одноразовых игр и детективов. Из сторон этой настолки, которые могут показаться кому-то проблемными, стоит выделить то, что выглядит внешне она довольно детской, но на практике внутри тех самых дел, которые вы расследуете, много, ну, таких спорных нюансов, которые сложно представить себе легко обсуждаемыми в таком приятном семейном кругу. Особенно я говорю про некоторые детали, например, из самого последнего дела. Я не могу спойлерить, но здесь есть вещи, которые сложно, так сказать, обсудить с детьми. Теперь, что касается самих сюжетов. Истории, которые они рассказывают, довольно стереотипичны. Мне, после того, как я прошел детектив, игра о современном расследовании и место преступления, детективы, в которых очень интересные сюжеты, наполнение этой истории показалось слишком стереотипичным. То есть, когда вы видите семейную пару, вы сразу же можете подозревать, кто-то из них кому-то изменяет. Это как будто стандарт. Ну, вот такие излишки формата. Также в нее сложно играть набором больше трех человек. Ведь вы и так будете не ловко крючиться над им столом. А если оно будет еще много, то вы еще будете биться головами друг об друга. Интересно, что эта настолка так хорошо выстрелила, и настолько у нее был успешный прием, что сразу же было анонсировано продолжение этой настолки. И я хочу в него поиграть, и хочется посмотреть, как продолжение будет работать с проблемами первой части. По анонсам, продолжение даже будет сложнее этой коробки, и я очень хочу в него сыграть, и рад тому, что нового эра издательства уже анонсировали, что также издадут эту настолку на украинском. Завершая, я хотел бы сказать, что это пример отличной современной настольной игры, которую хочется, когда к вам приходят друзья, достать с полки и показать им. Это поле настолько прикольное, что его хочется повесить на стену, чтобы демонстрировать своим друзьям. А еще я не сказал, но здесь есть увеличительная такая вот стекляшка. И реально я показывал эту игру очень разным людям, и они сразу же входили в раж, и подряд проходили несколько дел. За все время я встретил только одного человека, которому она не понравилась. Да, Андрей, я говорю про тебя. А я люблю проводить разные игротеки с разными людьми, смотреть, как игра заходит людям, для того, чтобы составить общее мнение и рассказать вам про настольки. В общем, как вы уже поняли, я в восторге от этой настольной игры и настоятельно рекомендую вам в нее попробовать поиграть. Если вы хотите посмотреть мои другие обзоры на настольные детективы, где-то рядом со мной должен появиться плейлист, подписывайтесь на канал и играйте в хорошие игры. Я так сексуально варю, я в восторге. Спасибо.